На улице Табакода шепчет, что пора выходить из дома после программы «Утро на Енисе» и проводить время активно. Где это сделать? Анна Троегубова знает, где это сделать. Она находится на Красноярских столбах, достопримечательность, которая доступна всем горожанам. Аня, как погода? Доброе утро! Как дышится на свежем воздухе? Доброе утро, ребята! Доброе утро всем жителям Красноярского края! Это так замечательно, что все проходящие мимо меня люди со мной поздоровались. Здесь, видимо, какое-то действительно здесь благостное такое состояние. Я вам скажу честно, что дышится великолепно. Чувствуется сразу, что мы находимся на природе. Здесь березки, снежок. В общем, такая зима немного с нами еще остается. Но, тем не менее, очень тепло. И, как вы уже смогли увидеть, люди идут. Хотя мы находимся не на основной тропе, а, скажем так, на другой. Но, тем не менее, людей очень много. И вот мы сразу так подойдем к одним из путешествующих сегодня по столбам. Здесь у нас маленькие красноярцы и большие красноярцы Вячеслав, Даниил и Ваня. Доброе утро! Скажите, пожалуйста, почему именно сегодня решили вот так вот выйти на столбы и провести время здесь? Ну, давай, давай маленькому. Потому что хорошая погода. Потому что сейчас выходные. Действительно. Почему? Зачем? Диван мять. Отличная погода, отличное место. Подышать свежим воздухом. Здорово, отлично. Всем советую. Скажите, ну вот такую, допустим, прогулку. Я смотрю, что вы пойдете не по основной тропе, как я уже успела здесь узнать. Вот такой поход вы рассматриваете, как небольшую, скажем так, физическую нагрузку, замену, может быть, в душном зале занятию? Да, конечно. На неделю не всегда есть время собраться вместе. Только собираемся вечером. А выходные, хорошая прогулка, погода и горы, красиво. Конечно же, физическая нагрузка. Это да. Но никакого дополнительного утяжеления с собой не брали? Еда. Только еда. Но вы здесь в большой компанию сегодня пришли или как? Большая компания. Компания большая. Она уже рассосалась половину, но нас ждут. Компания у нас очень большая. Ну все, тогда не будем вас задерживать. Штурмуйте, штурмуйте скалы, стены. Удачного вам, удачного вам похода. Вот вы можете увидеть, действительно, та самая большая компания, которая идет и уходит у нас. Но я вам немного скажу о том, что об этой той самой теплой погоде, которая у нас присутствует. Действительно, сегодня весь день обещали в районе ноля. Завтра, даже где-то плюс один. Кто-то некоторые метеорологические обещали. Вот. Завтра обещают плюс один, плюс три. То есть такое значительное потепление. И даже в первой половине дня вроде как небольшой дождь. Но скажу вам, что здесь, естественно, за городом. Мы, тем более, находимся в лесу. Поэтому здесь немного теплее. Но, тем не менее, погода все равно прекрасная. Поэтому немножечко чуть теплее оденьтесь, скажем так. И завтрашний день тоже вполне можете провести здесь, на столбах. Никаких ограничений, в принципе, нет. Поэтому отдыхайте, радуйтесь погоде. Ну, подробнее о ней, кстати, сейчас вы и услышите. Спасибо большое, Аня. Прекрасно было наблюдать эти виды родные. Они просто нас зовут на природу. И очень радуются, что люди позитивно настроены.